Смотрите, в России уже назвали решение об аресте, об ордере выданном, что это ничтожные документы, что вообще Россия не подписывала, не ратифицировала римский статут, поэтому она ничего не знает и, грубо говоря, потеряется немножко. Симонян вообще пригрозила ядерным оружием, если арестует какая-то страна. Боятся ли в России на самом деле? Я уверен, что боятся. Ну а как не боятся? Во-первых, они говорят, исходя из того, что этот ордер никто не реализует в России. Но ведь они же не обговаривают, а как поступят вот эти самые 123 страны, ну как бы и все страны Европы. Кстати, там 3-4 страны Европы этот римский статут приняли и являются участниками журнального уголовного суда. А ничего, они об этом не говорят. Ну и потом, видите как, заработавший суд и вот эти кейсы, и расширяющиеся, значит, дело, в котором есть и доказательства, то оно же можно выбирать в себя новых обвиняемых, понимаете? И не только, и Симонян может, кстати, попасть туда. И ее муж там, ну и другие. И поэтому тут, знаете, они о собственной шкуре беспокоятся. Не в последнюю очередь. Мало ли что. Ну, может быть, это не их юрисдикция. Это все-таки для лица и обладающего иммунитетом. Но это не значит, что они их не могут это задеть. Поэтому эта нервическая реакция, она связана как раз с тем, что они на себя примеряют это все. В том числе главный Путин, у нее иммунитет там, он может сидеть, он глава государства. А они-то что? Они же поменьше не привыкли к другому образу жизни, ну, который для них возможен. Поэтому тут, знаете, это может дальше пойти. Вот что. Она же сама Симонян много раз на эфире говорила, там, пресловутая Гаага станет реальностью. Она же как-то вот так звучала. Я боюсь за точность, там, проверьте меня. В интернационале ты что-то такое говорил. Ну, так вот она и есть Гаага-то, вот она и подошла. А как они себе представляют Гаагу? Как средствующую эвтаназию, что ли? То есть, вот она, Гаага. Так что, ну, посмотрим. Я думаю, что скоро многое прояснится, потому что самые первые оценки, они вот такие, пока осторожные. А как дальше пойдет, мы увидим.